У вас не сильно серьезный соперник, и, к сожалению, это Россия, поэтому я вот еще боюсь, что бой пройдет по очкам. Вы приготовили что-нибудь для него специальное? Ну, это моя психология, то есть не оставлять этого на решение о суде. То есть, безусловно, если получится закончить своего соперника в первом, втором или третьем раунде, воспользоваться этой возможностью. Сильный шторм не может ли намазать? Борьба, безусловно, ударная техника, безусловно, то есть серьезный соперник. И это очень важный и ответственный бой для меня. В раннем поединке, на мой взгляд, вы очень уверенно выиграли у Таито-Васа, но судей. Люди посчитали по-другому. Именно судей. Вы подавали какую-то апелляцию? Да, не, безусловно. В Чикаго подавать нет. А это бесполезно? Я знаю тех судей, которые судили боксерские матчи, скажем так, совсем добросовестные. А есть возможность с этим бороться или... Да, нокаутировать надо своего соперника просто, и все. Ну, знаете, он весь бой отбивал удары лицом, и было страшно смотреть, но решение меня лично удивило. Вы сами чувствуете, что выиграли в этом бою? Какая разница, чувствую или не чувствую. Чего после драки кулаками махать? Остается фактор, я проиграл этот бой. Мне бы, знаете, очень странно, что вы так сказали, потому что я считаю, что вы вас победители. Последнее интервью я смотрел ваше на Матч ТВ, хотел бы попросить у вас прощения за некомпеченство. Нормально, спасибо. У нас действительно, к сожалению, вот такие попадают на ТВ. Спасибо большое. Скажите, ваши планы на будущее, есть ли у вас еще такой, кроме полиса, цели, долго вы планируете выступать? Слушайте, ну, у меня... Выглядите вы потрясно, по-прежнему. Спасибо. У меня семья, друзья, фанаты. То есть, пока буду чувствовать силы, я буду, безусловно, тренироваться тяжело и выступать для своих болельщиков. Ну, вы очень факторный человек, у вас же в кино зовут. Вы не думали попробовать дальше? У вас замечательный фильм в университете. Когда одной папой пытаешься на нескольких стульях усидеть, не всегда получается. Ситуация такая у меня в 2009 году была, когда и бои, и боксы, то есть, все свалилось. Нет, шаг за шагом. А если не секрет, дружите еще с Ван Дамом? Обещаете? Ну, не так, чтобы я каждый день, там, день или через день созваниваемся, но при встрече, безусловно, обнимаемся и здороваемся. А когда узнали, что будете драться на турнире в России, для вас это дополнительная мотивация или, скорее, не рвяк, потому что многие будут болеть за вас, действительно. Да я знал, что мероприятие будет в России перед боем с Туевасой, поэтому своих менеджеров я просил, чтобы при каком бы то ни было исходе, я хочу драться в Москве. На первом UFC-шоу в России. Для вас важна здесь поддержка болельщиков в России? Да, она везде важна, безусловно. Все просто пытаются предоставить, что у вас какой-то враг, я не знаю, по факту у меня, я наполовину русский, у меня жена россиянка и много друзей здесь, так что я порой не понимаю медиа, которые там пытаются что-то как-то, какие-то раздоры или распри внести между мной и российским народом. Выхватывают из какого-то, я не знаю, интервью или, я не знаю, видео, там какие-то нарезки делают и предоставляют ее в таком смысле, что я ужасно, на самом деле я добрый. Андрей, это для кого-нибудь секрет, кто вас знает. Можете дать пару прогнозов, потому что вы же очень хорошие боксеры, действительно, это Головкин-Альварес и по веткам против брошенных. Вы знаете, не знаю, даже боюсь, кстати, с прогнозами я не очень, поэтому не знаю, безусловно, это будут интересные бои для боксеров и которые бой будут, я не знаю, наверное, вы хотите спросить также и про Конора и Хаби? Нет, поэтому я не знаю, предсказывать, побелить сильнейший просто и все. Мне кажется, вы именно по боксу, первый бой Головкин-Альварес. Да, 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 я видел, что Альварес в форме, но я уверен, что и Головкин тренируется не меньше, поэтому будет все очень интересно. А вы сами планируете еще выступить по боксу? По боксу? Нет, вы же должны быть. Если мои менеджеры найдут мне бой хорош по боксу, то почему нет? Боксировать мне нравится, мне боксировать, да. Вам бороться не нравится, да? Ну, нравится, не нравится, но приходится, да. В боксе меньше-меньше нагрузок, мне кажется. Андрей, в заключении скажите пару слов болельщикам, потому что я вот честно, вы сами знаете, болельщик только за вас. И тем людям, кто придет болеть, ну, это Андрей Арубин. Ребят, кто придет меня поддержать 15 сентября в Олимпийске, я обещаю, что я выложусь на 100% и сделаю все возможное, чтобы порадовать вас своей победой. Андрей, вам без травм и только победы. Спасибо. Спасибо, Андрей.